Друзья, привет! С вами Алена. Алена Самсонова, практикующий психолог. И сегодня у нас такая с вами тема, как ваши пищевые привычки, еда и ваши чувства. Это одна из глобальных тем, которая проходит красным крестом по всем всем пунктам психосоматики лишнего веса. И первый пункт гласит о том, что если вы поймете, про что я вам сегодня говорю, и примените правильно практики к себе, то вы частично освободитесь от пищевой зависимости, от скрытых подавленных чувств и, возможно, полюбите себя еще больше. Такая интересная история. Ваши чувства, которые вы принимаете, либо нет, которые вы выражаете, либо нет. Ваши чувства, которые вы подавляете, либо даете им волю. Как связана тема пищевой зависимости, если ее можно так назвать, я бы назвала пищевой привычки заедать стресс, и чувств. Мы с вами возьмем сегодня глобальные, самые глобальные чувства. А это чувство страха, чувство тревоги, чувство стыда и вины, которые очень часто связаны у моих клиентов с вот этой привычкой заедать, либо концентрироваться на еде. И если мы с вами говорим о первом чувстве тревоги, если человек по жизни тревожный, он быстро меняет настроение, оно у него быстро меняется. если у него вся жизнь такая вот, как на одном вздохе. Это одна вещь. Если он тревожится обо всем, и это его привычные условия жизни, то еда, как способ успокоиться, становится очень быстро утешителем. И если ему не дать этот утешитель, он найдет какой-то другой, более яркий, либо нет. Возможно, у него будет оральный стимул дальше, и он будет курить, либо что-то делать такое. Моторику может задействовать, дабы снимать, разряжать свой стресс. Далее. Это вина. Чувство вины. Когда человек не выражает и не говорит, сдерживает, подавляет и травмирует себя, и других вот этим чувствам, он начинает искать помощи. Помощи в утешении. А утешение может приходить не сразу. И если утешением стала еда, как привычка, то человек застревает. Если это мать, которая чувствует себя постоянно виноватой перед мужем, перед ребенком, перед миром, то еда ее какое-то время утешает. Если мы говорим про вину. Чувство вины очень часто связано с тем, что я неполноценно чувствую себя. Я чуточку, как будто бы есть, но чуточку я себя подавляю, не принимаю и игнорирую. И поэтому я виновата для всех. Потому что у меня нет внутреннего стержня принятия. Если мы говорим с вами о чувстве вины и, опять же таки, не пищевой зависимости, а ограничениях в еде, то так я могу компенсировать свою вину, наказать себя за то, что я виновата. Не дать себе скушать то, что мне хочется, потому что я где-то провинилась. И вот такая история происходит с вами, дорогие мои. Далее мы говорим о чувстве стыда. Когда стыд за то, что ты что-то накосячил в этой жизни, натворил перед другими, становится слишком огромным, и ты идешь и компенсируешь. Перестань компенсировать, начни выражать свой стыд. Выражать можно по-разному, но отследи, насколько чувство стыда связано с твоей историей. и еще мы с тобой говорим о внутреннем ощущении пустоты. Внутреннее ощущение пустоты, в котором ты не понимаешь, что тебе делать, куда тебе идти, чем тебе заняться. Либо ты понимаешь, ты все делаешь, и ты живешь на автомате. Чувство пустоты и одиночество тебя разрушает. Ты не привык его терпеть, выносить. Тебе от него больно и плохо, и ты страдаешь. И тогда однажды на помощь пришла к тебе еда. Ты запомнил и повторил выученное упражнение. Покушать, когда одиноко. Покушать, когда больно. Покушать, когда страшно, тревожно. Покушать, когда стыдно, когда чувствуешь себя виноватым. И это стало тем симптомом, который перестал приносить тебе удовольствие. Если мы говорим о чувстве как таковом, негативных чувствах, псевдонегативных, они есть у всех, но для тебя они бывают кризисные, и ты не умеешь с ними расставаться, прощаться и набирать вот этот вот контроль, который становится для тебя необходимым. если ты очень хочешь наконец-то выздороветь от своего поведения, то ты начнешь обращать внимание на свои чувства, называть их «сейчас я проживаю печаль, сейчас я проживаю тревогу, сейчас меня прям колбасит от вины». Ты назвал. Второе. Тебе нужно его трансформировать. Во что ты вынесешь это чувство? Чем оно будет для тебя? Чем оно станет, когда ты решишь расстаться с ним? Чем это чувство будет? Вырази его. Второй пункт это выражение. Ты можешь выражать переносом, а можешь выражать прямо, заявить человеку о том, что тебе стыдно за свое поведение, либо и тогда стыд перестанет тебя мучить. Либо сделать контрперенос, когда ты переносишь свои чувства на другого, на другое дело, на другое занятие, на отвлечение, на самоуспокоение, на многие-многие вещи, которые связаны с переносом, но осознанно. Когда ты назвал и выбрал способ переноса, она очень хорошо убирала дома, когда чувствовала много гнева и решила не заедать его пирожник. Это история одной моей клиентки, которая действительно управляла гневом, новыми навыками. Далее. Когда вы назвали и попытались перенести, возможно, у вас получилось не сразу, но это очень важно, что вы создали это. и следующий пункт это если, например, у вас не получилось перенести, бывает, помогает понаблюдать и остаться в чувстве. Когда вы осознали его и включаете навыки наблюдения, не включаясь в ту реальность, это очень сложно сделать. Как, например, вы видите эту ручку и просто наблюдаете за ней. Когда вы наблюдаете за ней, она для вас никакая, не плохая, не хорошая, она есть, так же, как ваши чувства. И тогда сама способность, само желание включаться в историю заедания будет меньше вас трогать, будет меньше вас задействовать. и это очень сильно поможет вам справиться с вашим пищевым поведением. Еще один пример, когда он приходил домой, ее все раздражало, потому что она чувствовала, что он ей изменяет. И у нее возникало ужасное внутреннее беспокойство. Доказательств не было, но она чувствовала это и вечером полюбила пирожные на кухне. И она даже стала их покупать, потому что понимала, что иногда она не выдержит своего стресса. И когда они пришли ко мне на консультацию, она привела его. она предупредила о том, что он изменяет, но у нее нет доказательств. И на этом семейном блоге встречи произошла вот такая история, как называется примирение. И тогда еда перестала быть нужной. С тобой была Алена Самсонова, практикующий психолог. Подписывайся, смотри мои видео, исправляй свои ошибки и приходи на консультации, пиши отзывы и то, как ты справляешься своими чувствами. Помни называть, осознавать, проживать, переносить, наблюдать последнее, принимать. Хорошего вам дня! 1 23 23 4 6 7 6